Здравствуйте, ребята! Сегодня мы начинаем с вами изучать творчество Николая Рубцова. Но до изучения творчества Рубцова у нас есть еще одно задание. Посмотрите, мы должны были с вами проработать этот весь урок. Контрольная работа номер 7. Составите рассказ о том, как можно проводить с пользой свободное время. Я думаю, что ученики 11 класса смогут это сами написать. В рассказе используйте сложно подчиненные предложения с предаточными причины, следствия, цели, условия и уступки. Я думаю, что мы справимся с этим заданием. Переходим к изучению Николая Михайловича Рубцова. У нас в учебнике, ребята, есть статья о творчестве Рубцова и его прекрасное стихотворение «Звезда полей». Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в селе Емецк Архангельской области. В 1940 году переехал вместе с семьей в Вологду, где Рубцовых и застала война. Мальчик рано остался сиротой. Отец ушел на фронт и погиб в 1941 году. В 1942 году умерла мать. И Николая направили в Вологодской области, где он окончил семь классов школы. Ребята, война, голод, холод, сиротство, дедом. Какое было трудное детство у Николая Рубцова. Это все он, конечно, отразил в своей лирике. С 1955 по 1959 годы он проходил армейскую службу на Северном флоте. Обратите внимание, ребята, целых четыре года. Он проходил армейскую службу. После демобилизации жил в Ленинграде. Работал слесарем, кочегаром на заводе. Однако в душе он живет поэзией и потому решает изменить свою судьбу. Творчество, поэзия, лирика берет вверх в его душе. Первая книга стихов, лирика, вышла в 1965 году в Архангельске. Затем были изданы поэтические сборники. Звезда полей, 1967 год. Душа хранит, 1969 год. Сосин шум, 1970 год. И готовившиеся к печати зеленые цветы появились после смерти поэта. Писатель и прозаев Глеб Горбовский написал «Николай Рубцов – поэт долгожданный. Время от времени в поэзии звучали голоса яркие, неповторимые, и все же хотелось читать Рубцова». Много было ярких поэтов, особенно послевоенные годы. Но вот Глеб Горбовский отмечает, что все равно ему хотелось читать Рубцова. Не только ему, многим хотелось читать только Рубцова, потому что он писал о детях войны. Николай Михайлович Рубцов. Звезда полей во мгле заледенелой. И счастлив я, пока на свете белом горит, горит, горит звезда моих полей». Прежде чем вы прослушаете это стихотворение, и мы начнем анализ этого стихотворения, давайте мы с вами познакомимся с новыми словами. «Полынье». «Потрясение». «Истыроп». «Ларзага кельтрыш». «Заледенелый». Мы часто будем встречаться с этим словом. «Музляп хольгян». «Муздей совух». «Заледенелый». Вот такой сборник у него вышел. «Звезда полей». Стихотворение «Звезда полей» – одно из самых известных в творчестве Николая Рубцова. Оно посвящено родной Вологодщине. «Звезда полей во мгле заледенелой, Остановившись, смотрит в полынью. Уж на часах двенадцать прозвенело, И сон окутал родину мою. Звезда полей в минуты потрясений Я вспоминал, как тихо за холмом Она горит над золотом осенним, Она горит над зимним серебром. Звезда полей горит, не угасая, Для всех тревожных жителей земли Своим лучом приветливым касаясь Всех городов, поднявшихся вдали. «Но только здесь, во мгле заледенелой, Она восходит ярче и полней, И счастлив я, Пока на свете белом горит, Горит звезда моих полей» – 1964 год. Тема стихотворения «Красота природы, Родного края и звезды полей». Композиция стихотворения. Так, стихотворение написано в форме монолога лирического героя, В котором по смыслу можно выделить две части. Рассказ о сне родного края – это первая часть. И вторая часть – описание звезды полей. Метафоры, посмотрите, какие красивые метафоры. Звезда смотрит в полынью, Двенадцать прозвенела, Горит над золотом осенним, Горит над зимним серебром, Своим лучом приветливым касаясь. Эпитеты. Ребята, обратите внимание на эпитеты в стихотворении. Мгла заледенелая, Тревожные жители, Луч приветливый, Восходит ярче, Звезда восходит ярче, Прям как вот живая, красивая. Герой в это прекрасное, сонное время Обращается к звезде полей Со своими сомнениями и переживаниями. Ведь всегда в минуты потрясений и тревог Он не раз мысленно вспоминал Ее могуческое сияние. Оно в любое время года Горит так тихо за холмом, И в каждом из времен она имеет свой оттенок. Кажется, что золотом и теплом Она переливается в осенней прелести. В зимний же период времени Она горит холодным серебром. В другие времена годы Звезда тоже имеет свой особый свет. Посмотрите, как красиво. И во все времена она светила И будет светить для всех Тревожных жителей Земли Для тех, кто ищет ответа На какой-то вопрос, Но никак не может его найти. Ребята, запомните, Из каждого из вас Над головой, вот над вами Горит ваша звезда. Но когда она загорится, Это зависит только от вас. Звезда полей будет продолжать сиять И касаться приветливым лучикам городов, Которые виднеются вдали. Она приветлива для всех И для полей, и для городов, И для людей, и для молодых, Особенно для наших выпускников. Я надеюсь, что вы Выучите это стихотворение наизусть, ребята. Вот домашняя работа. Посмотрите, пожалуйста, задание какое. Прочитать биографию. У нас есть статья в учебнике. Вы ее прочитаете. Но не только надо будет прочитать. Пожалуйста, еще и ответьте на вопросы. И выпишите новые слова. Я думаю, что выписав новые слова, Мы пополним наш словарный запас. Пожалуйста, читаем прям вот эти строчки. Выучить наизусть стихотворение. Какое? Звезда полей в англе заледенелой. Ребята, я надеюсь, Что вот кто выучит это стихотворение, Обязательно над ним зажжется своя звезда. Для вас открыты все пути дороги, Уважаемые выпускники. Учите, читайте литературу. На этом наш урок окончен. До свидания.